Всем привет! С вами Тень! Вы любите стратегии, а особенно Роталер 3 и Тибериум Варс? Тогда вам сюда! Я покажу вам одну интересную стратегию на Android, которая очень даже ничего. Но сначала, как всегда, с вас лайк, подписка на мой канал и приступаем! И представляю вашему вниманию игру под названием Rusted Warfare или Rusted Warfare. Почему же именно эта игра, а не Art of War 3? Art of War 3 требует и интернет, и донат, и прокачку. Всё это полнейшая чушь и бред. В натуральной стратегии такого нет, поэтому в мусорку эту игру. Теперь, почему не Company of Heroes? Данная игра слишком труднодоступная. Во-первых, из-за стоимости, а во-вторых, из-за совместимости. Ну и ещё, как говорят, качество мыла. Ну, а качество мыла, знаете, мы не любим. Да, эта игра является стратегией, но всё-таки из-за таких проблем порекомендовать я её не могу. Тем более, можно бесплатно скачать на свой компьютер вторую часть этой игры. А теперь переходим к Rusted Warfare. У вас сначала может сложиться впечатление, что игра английская. Ну, чисто английская, и понять её вообще будет никак невозможно. Однако, всё это, как оказалось, очень странным, и тут присутствует русский язык. Поэтому это может вас очень порадовать. Тем более, что в такую игру надо играть с пониманием. Естественно, как и в обычной стратегии, присутствуют кампании, сражения, даже испытания имеются. И, естественно, мультиплеер. Но вот с мультиплеером будут особые проблемы, потому что там надо уметь настраивать порты, что не каждый умеет. Но есть у игры изюминка. Это песочница. Здесь можно создавать всё, что душе угодно. Взрывы, бои, в общем, абсолютно всё. Даже можно создавать отдельную подфракцию, можно создавать особые юниты, которые недоступны в обычном сражении. А вот в обычном вся схема очень проста. Создаёте строителей, строите фабрикаторы-экстракторы, и, пожалуйста, главным ресурсом являются деньги, что правильно для классической стратегии. Просто, да, главное понять, что и к чему. Но вот вас может разочаровать полное отсутствие фракций. То есть вы играете одними и теми же юнитами, одними и теми же юнитами. Ну и захват построек тоже невозможен. Поэтому вашу базу лучше сохранить. Инженера тут отсутствует. На этом, естественно, ещё не всё. Хочу обратить ваше внимание, что в игре в песочнице, именно в песочнице, имеется фракция Bugs. Но она неофициальная и довольно слабоватая. Поэтому фракции её формально назвать нельзя. Юнитов мало, но всё-таки они дешёвые. Поэтому можно создать целую толпу из этих червей, я их так называю, и просто попереть. Ну, их могут уничтожить те же самые ховертанки. Строят они подобно зергам из Старкрафта. Правда, отменить постройку, которую вы уже начали, к сожалению, нельзя. В общем, всё как положено. Дешёвые, быстро строятся, но слабые. А вот с компанией дело обстоит гораздо скуднее, потому что всё дело заключается в уничтожении врага. Одна задача. Уничтожь врага и победил. Ну, бедновато, конечно. В целом, если сравнивать эту игру с компьютерной, то это ничто. Но для андроида очень даже ничего. Поэтому если вы надумали качать эту игру, то обязательно скачайте. Даже самому тут можно сделать моды. Это очень легко. Нужен всего лишь S-проводник. Оптимизацию данной игры я просто восхваляю. Если даже мой самый-самый допотопный телефон из далёкого 2010 года потянул эту игру, то вы даже не можете себе представить, а точнее можете, что сможет ваш суперновый планшет или суперновый телефон. И, конечно же, я сейчас думаю, что вам игра очень понравилась. Ну а я желаю вам удачи. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, если вам понравился данный обзор. И не забывайте подписываться на мой канал, если вы хотите видеть больше видео по этой игре.